Всем привет! С вами компания Флорариум Плант с Марией Георгией и наша девочка Вилбельфар, которая помогает снимать ролик. Как вы понимаете, ролик будет посвящен пустынным животным и созданиям террариума для них. Есть такая фирма Экзотера, я думаю, ни для кого это не секрет, что она существует на рынке. Вот у нас тут сзади куча террариумов. Был у нее такой продукт, он вернее и есть, но сейчас не заводится в Россию. Это специализированная глина для террариумов, модельная, моделирующая вернее. И из нее можно было лепить всякие классные красивые штуки. В основном используется она для создания пустынных террариумов, для элбельфаров, агам, скорпионов и так далее. Вот, собственно, мы подумали, что почему бы и нет. И выпустили тоже наш новый продукт. Это специализированная глина, аналог с Экзотерой, полностью натуральный продукт. Собственно, выпускается она вот в таком порошке, потом смачивается водой. И из нее потом можно лепить укрытие, рельеф, ландшафт, что вам, в общем, заблагорассудится, хоть до рельефа. Сегодня мы будем это делать в этом шикарном кубике. Кубик позднее уйдет в розыгрыш, потому что, как вы понимаете, это не полноценный террариум. Это просто чтобы вам показать. Тоже, погнали! Кубик позднее. Получается, у нас вот такая приятная на ощупь масса на внешний вид. Комакующаяся. Используются обычно с такой глины искусственные растения чаще всего. Так как мы не очень любим всякий пластик, то мы будем использовать коряги. Живые растения теоретически здесь можно использовать, но практически это тяжело, потому что при добавлении воды все это будет размокать. Непонятно, как оно себя будет вести. Мы, безусловно, как-нибудь поэкспериментируем на эту тему. Но пока мы будем считать, что самый простой вариант создания рельефа это использование от этой глины, коряк, сушеных злаков всяких, сухосветов, сухостоев и искусственных растений. Будем считать, что мы закончили наш хард. Все, конечно, страшно отсвечивает, и в жизни он выглядит намного симпатичнее. В общем, поверьте на слово, он выглядит более-менее прилично по сравнению с тем, что обычно из этого ваяют. Ну и остался последний штрих. Давайте оформим некий берег, вернее, песчаный. Ну и вот сюда, наверное, можно совершенно спокойно поселить скорпиона. Только надо сделать нормальную крышку, чтобы он не убежал. Теперь надо дождаться высыхания этой глины. Это будет происходить не за один день. Это займет примерно неделю. Чем толще слой, тем дольше оно будет высыхать. Безусловно, она потрескается. Нельзя делать слишком высокие конструкции, потому что, как вся глина, она будет отваливаться в результате под своим весом. Ну вот небольшие какие-то рельефные штуки можно делать с убежищами для блефаров, с небольшими скалами. Вот такой вышел у нас террариум. Вот такой шикарный террариум. С вами была команда Florarium Plants. Покупайте нашу глину для террариумов.